Привет! Меня зовут Катя Лерина Руа, и сегодня я вам покажу свои книжные покупки, которые я сделала в феврале. В этом месяце я купила себе 11 книг. Они тяжелые. Да. Я не знаю, много это или мало, для меня, мне кажется, это уже норма. Не могу я больше держать. Пусть стоят. Не все эти книги я купила себе сама, некоторые из них мне подарили. И, кстати, Лабиринт после моего последнего заказа понял, насколько я безумная женщина, насколько мне нужны книги, и дал мне 15% скидку. Ура! 15% по-моему у них это самое большое. В общем, представляете, насколько я накупила книг, что мне дали 15% скидку. Я не знаю, что со мной не так, но это и не важно, зато я счастлива. И вначале я вам покажу те книги, которые мне подарили. И первая книга, которую мне подарили, которую я вам покажу, это книга Эленор Портера «Полиана. Возвращение Полианы». Ну, как мне ее подарили? Я ее выпросила. И я не знаю, почему, я просто люблю такие вот детские книжки. Я в детстве ее не читала, хотя читала много отзывов именно тех, кто читал ее в детстве и перечитывал уже во взрослом возрасте. Ну, в общем, я не читала, и я так себе купила «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт. По-моему, такой зовут. И мне та книжка очень понравилась, и поэтому я решила, что хочу почитать что-нибудь еще такое милое и связанное с детством. Поэтому выпросила себе вот эту книжку. Следующая книга, которую мне подарили, это книга Энн Ламот «Птица за птицей. Заметки о писательстве и жизни в целом». Эту книжку я очень себе хотела, потому что здесь рассказывается именно о писательстве, даются какие-то советы, какие-то заметки. Об этом я очень люблю читать такие книги, и это просто потрясающее издание. Это книга издательства Манн, Ваннов и Фербер. У них, как вы знаете, просто потрясающие книги, и это не исключение. Мне очень нравится оформление, очень нравится сама книга, и надеюсь, мне понравится то, что в ней написано. И, наверное, как у всех книг издательства Манн, Ваннов и Фербер, у этой книжки есть закладочка. Она как-то правильно называется, и Мария Покусаева говорила, как она называется. В общем, я не помню, поэтому это будет просто закладочка, и во всех книгах этого издательства, которые, по крайней мере, есть у меня, она вот присутствует, и эта книжка тоже не исключение. Я очень надеюсь, что она мне понравится, потому что я ее действительно очень хотела и очень-очень рада, что она теперь у меня есть. Следующая книга, которую мне подарили, это книга Мэг Джей «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом?» Это не художественная литература, эту книгу написала, по-моему, женщина-психолог, и она рассказывает о том, почему с 20 лет до 30 лет это самые важные годы в жизни человека, и почему не стоит откладывать жизнь на потом, как, собственно, не сказано в названии. Я просто рылась на сайте, думала, что бы мне такого попросить себе в подарок, и наткнулась на эту книгу, и мне стало очень интересно, потому что я все время вот парюсь, парюсь из-за возраста, парюсь, что я могу что-то не успеть. Ну, в общем, я очень замороченная, и надеюсь, что эта книга хоть немножко мне что-нибудь разъяснит. Я также надеюсь, что она мне очень понравится. И да, кстати, эта книжка также издательства Манна, Ванов и Фербер, и у нее тоже есть закладочка, как у предыдущей книги, только синенькая. Люблю за это Манна, Ванов и Фербер. Ну и последние две книги, которые мне подарили, это книги Джулии Кэмерон «Золотая жила» и «Право писать». Я, блин, с ними не помещаюсь в кадр. У меня уже есть путь художника Джулии Кэмерон, я пыталась по ней заниматься, в принципе, мне понравилось, но что-то дальше, в второй неделе я не ушла, сейчас пытаюсь заново это все делать, и решила, что я хочу еще ее книг, мне нравится, как она пишет. «Золотая жила» — это как бы продолжение книги «Путь художника», это, наверное, уже продвинутая версия для тех, кто прошел базовый курс. Ну а «Право писать» — это тоже книга, по которой надо заниматься, тоже есть какие-то задания, какие-то уроки, как, наверное, и в предыдущих, но только они адаптированы именно для тех, кто хочет писать и быть писателем. Я также очень надеюсь, что эти книги мне понравятся, особенно «Право писать», я прям очень на это надеюсь. Хочу уже как можно быстрее начать их читать, я, наверное, все книги хочу как можно быстрее начать читать, и мне очень жалко, что я не могу читать все сразу. На этом книги, которые мне подарили, закончились. Кстати, мне их подарили все на 14 февраля, мои родители, все очень-очень плохо, хотя нет, все очень-очень круто, потому что у меня теперь есть эти прекрасные книги. Но так как я безумная женщина, как я сказала вначале, я решила, что мне этого мало, я хочу заказать себе сама книг, почему бы и нет. И сейчас я вам покажу то, что я купила уже сама себе. И первая книга, которую я себе купила, это книга «Мариам Петросян. Дом в котором». Точнее, это не книга, это целых три книги. В общем, это одно произведение, просто разбито на три тома. И они даже, по-моему, как называют. Да, книга первая «Курильщик», книга вторая «Шоколин и восьмидневник», и книга третья «Пустые гнезда». Я очень много отзывов слышала и читала о «Доме в котором». Многие хвалили, кто-то ругал. Я не знала, понравится мне это произведение или нет, и я решила, что хочу всё-таки его прочитать, но оно продавалось, когда я его хотела купить. Вот в таком вот толстеном издании, его просто я не знала, куда положить, куда взять, как его просто из магазина до дома донести. И тут я увидела, что можно купить трёхтомник. Мне это очень понравилось, и я решила, что пора брать. В общем, теперь они у меня есть, и я очень надеюсь, что мне это произведение понравится. Следующая книга, это книга «Век чудес» Карен Томпсон Уокер. Мне кажется, уже все прочитали эту книгу. Наконец-то созрела и я. Мне очень понравилось описание этой книги. Это очень интересная идея, когда конец света наступает не сразу, а постепенно. Мне очень интересно, что у Карен Томпсон Уокер получилось в итоге. Эта книга в суперобложке, и чем она мне нравится? Когда её снимаешь, там совершенно другая обложка, и очень-очень красивая. Не знаю, мне очень нравится. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы я её прочитаю. Ещё одна книга, которую я не знала, стоит показывать или нет, но раз уж она затесалась в этой кучке, я её покажу. Это книга Джека Лондона «Белый клык». Эта книга из серии «Легко читаем по-английски», что нетрудно догадаться, она написана на английском языке, и она адаптирована. Я взяла себе третий уровень, я её уже полистала, как бы поняла, что... Немножко я, конечно, себя переоценила. У меня, наверное, два с половиной. Я не знаю, но, в принципе, я прочитала немножко, так что буду потихоньку читать, подтягивать свой английский, потому что, мне кажется, я так и буду лениться, никогда его не выучу, если вот не начну хоть что-то делать. Поэтому я решила, что начну читать. Ещё одна книга, которую я себе купила, это книга Сесилии Ахерн «Время моей жизни». Какая-то у неё неприличная фамилия. И вообще, я всегда думала, что Ахерн, но тут слышала, что правильно Ахерн. В общем, я не знаю. Я тут подумала, что мне хочется почитать чего-то лёгкого, девчачьего, наверное, и решила, что давно я ничего не читала у Сесилии Ахерн. Хотя, собственно, я у неё, наверное, читала всего лишь два или три романа, но мне они понравились. Мне очень нравится фильм, снятый по её книге, по скриптам «Я люблю тебя». Книга у меня, кстати, лежит, я так и не смогла её прочитать, потому что мне очень-очень грустно. Но я очень надеюсь, что эта книга мне понравится, и я надеюсь, что она будет такая позитивная, тем более у Сесилии Ахерн. Вроде бы все книги такие немножко волшебные, что мне очень нравится. Предпоследняя книга, которую я себе купила, это книга Дэвида Маррелла «Изящное искусство смерти». Мне очень понравилось описание этой книги. Я давно хотела её прочитать, а тут я его увидела в мягком переплёте, подумала, что, о, круто, надо почитать. И это английский детектив. Я не очень люблю детективы, но надеюсь, что он мне понравится, потому что я очень люблю Англию, и, судя по обложке, это должно быть что-то такое мрачное, наверное, готическое. По крайней мере, я на это надеюсь. И последняя книга, которую я себе купила, это книга Кэтрин Уэб «Незримая или тайная жизнь Кэт Морли». На эту книгу я наткнулась случайно, когда лазила по лабиринту и думала, что бы мне такого заказать. Здесь, как, судя по аннотации, переплетаются линии прошлого и будущего. Надеюсь, что здесь будут всякие семейные тайны, что-нибудь готическое. Мне всё это очень нравится. Эта книга в таком большом издании «The Big Book», что мне, наверное, не очень нравится. Её, потому что не очень удобно будет с собой носить, но она, вроде бы, не очень тяжёлая. И на полочке она смотрится очень-очень красиво. И, кстати, автора зовут Кэтрин Уэб. И если я не найду другой книги, то эта книга мне подойдёт для игры на лайфлип, «Охота на снарка» под пункт. Автора зовут так же, как и вас. Ну, почти так же, как и меня. Кстати, заметила. Ну вот и всё. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вам было интересно узнать, что же я купила себе в феврале, что же мне подарили в феврале. Расскажите, какие книжные покупки делали вы в этот месяц. Мне будет очень интересно это узнать. И какие-нибудь книжки, про которые расскажете вы, я добавлю себе в корзину и, возможно, куплю. Я какая-то бешеная, искупаю кучу книг. Также не забывайте, что всякие ссылочки я оставляю в описании. Меня можно найти, наверное, во всех социальных сетях. Не забывайте про группу ВКонтакте. Там тоже бывает что-то интересное. Не часто, но бывает. Также не забывайте про Инстаграм, потому что я там появляюсь каждый день и почти каждый день выкладываю фотографии. Какие-нибудь всякие, дурацкие, но не важно. На этом всё. Читайте и покупайте книги, потому что это очень приятно. Пока!